Почему у парикмахера не должно быть много парикмахерских ножниц? Коллеги, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Дмитрий Каждан. Многие наивно считают и полагают, что у парикмахеров должно быть много ножниц. И что должна быть вот такая огромная папка или какой-нибудь чемодан, где ты вот так раскрываешь, а у тебя там просто целая поляна ножниц. Но это в корне не так. И это огромная ошибка многих мастеров, на мой взгляд. Значит, вчера я подбирал очередные парикмахерские ножницы, которые наша коллега под соцконтракт решила, кстати, купить. И, кстати, хочу вам еще раз напомнить, что такое соцконтракт. Соцконтракт – это государство, когда оно помогает малоимущим людям, выделяет порядка 350 тысяч рублей на 2024 год. И помогает человеку решить свои какие-то проблемы. То есть, если у вас, например, не хватает, например, образования или какого-то, например, инструмента или какого-то оборудования, вы приходите, например, ну, например, вот вам не хватает хороших ножниц, да, вы обращаетесь в суд защиту, вы говорите, мне нужны там парикмахерские ножницы, мне нужна мойка, мне нужны там, не знаю, там кресла. И, соответственно, государство вам говорит, все, давайте, подготовьте бизнес-план и найдите поставщиков, которые вам выдадут, например, предварительные накладные с ценами, да, где будут указаны, что ножницы такие-то, 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 цена такая-то, такая-то. И предоставьте все это нам, и мы, соответственно, посмотрим, и, соответственно, если это все подходит, то мы вам одобрим 350 тысяч рублей. И вот вчера буквально Алена также обратилась ко мне, у нее, ей государство одобрило вот эти 350 тысяч рублей, и она говорит, что вот у меня много и так ножниц, вот хочу себе, скажем так, освежить мои ножницы, и давай, короче, помогай мне в этом вопросе. Ну, естественно, я спрашиваю, а зачем тебе столько ножниц? Скажи, пожалуйста, ты что, любишь все виды стрижек делать? Да нет, я в свое время что-то накупил, и они у меня до сих пор вот так валяются. Вот ключевое слово «валяются», то есть, ну, как в ее красивой папке, которую она мне показала. И вы знаете, и вот я с этим сталкиваюсь очень часто, когда мастера присылают мне, например, свои ножницы, когда я подбираю, да, я говорю, пришлите мне свои ножницы, чтобы я посмотрел, чем вы работаете, и у всех просто там от, вот, понимаете, вот от трех, ну, там, до восьми, до десяти штук точно ножниц мне присылают. Все разные вообще виды. Вот. У кого-то классика, у кого-то эргономика, у кого-то полуэргономика, и вот это все просто в куче лежит, и я такой начинаю вот это, знаете, вот в этом, во всей вот этой истории разбираться, например, как, какими ножницами вы работаете, как вы работаете ножницами, да, чем вы больше всего любите работать, вот расскажите, поясните и так далее. И вот это, знаете, начинается просто разбор вот этой сумки парикмахерской, да, где куча-куча ножниц, и все, ну, вообще, просто, оказывается, потом половина эти ножницы просто лежат, и когда-нибудь кто-то ими воспользуется, понимаете. И вот поэтому я всегда и говорю, что это проблема мастеров, которые не определились со своим темпом работы и, как правило, со своей техникой стрижек, да, то есть и отсюда у нас вот как раз-таки очень много ненужного парикмахерского инструмента. Опять же, а это что? Это замороженные деньги, которые вы в свое время когда-то выкинули, и они просто-напросто лежат. Почему ножницами не работаете? Это потому что ножницы просто, ну, просто они вам не нужны. Вот и все. И я думаю, что каждый, наверное, из вас с этим сталкивался, что вот у вас очень много ножниц. И если вы с этим столкнулись, обязательно, кстати, поставьте лайк этому видео. Так вот, чтобы такого не было, надо по-хорошему всегда определяться со своим темпом работы и техникой стрижек. Ну, как правило, у нас больше всего все привязано именно к темпу работы и технике. А что, какой у нас темп работы бывает? Он у нас бывает медленный и бывает достаточно быстрый. Но есть еще один темп работы, как я его называю, неопределившийся. Почему неопределившийся? Сейчас я вам объясню. Смотрите, мы когда начинаем свою творческую карьеру, нам, естественно, всегда говорят, что вам нужны ножницы в размере 5,5 дюймов. И, соответственно, все начинающие мастера и в дальнейшем, когда мастер становится опытным, продолжают эту эпопею и как раз-таки продолжают покупать ножницы в размере 5,5 дюймов. А что такое 5,5 дюймов? Никто толком не может объяснить и дать формулировку, но я вам, естественно, ее дам. Размер 5,5 дюймов – это барикмахерский размер, который рекомендуется начинающим мастерам и мастерам, которые не знают, какой у них темп работы. То есть мастера, неопределившиеся по жизни, как они любят больше всего стричь. И чтобы вы понимали, у нас в России, да и не только в России, на постсоветском пространстве, за границей, в большинстве стран мира, у нас мастера неопределившиеся, они не знают. Вот они знают только размер 5,5, и на этом, в принципе, все. А почему так происходит? Потому что в школах для парикмахеров, в магазинах для парикмахеров, на курсах, на обучениях, на которые вы ходите по стрижкам, никто нигде не рассказывает про ножницы. А все почему не рассказывают? Ну, потому что это и не нужно мастерам, которые преподают стрижки, еще и рассказывать про ножницы. Это вы должны прийти вон к Дмитрию Каждану, он вам все расскажет, он вам все объяснит, он технолог, он знает. А мы здесь преподаем стрижки, и они будут правы. И отсюда кто виноват в этом во всем, что никто не знает, у кого какой темп работы. Опять же, по-хорошему должны знать магазины для парикмахеров, профессиональные магазины для парикмахеров, где должны вам профессионально подобрать ножницы. Но и этого здесь нету. А почему здесь этого нету? Да потому что они тоже этого не знают. Поэтому я в этом вопросе разобрался, поэтому я эту всю тему изучил. Поэтому моя задача как технолога вам подобрать ножницы под то, что вам конкретно надо. А не так, чтобы вы вот так выкинули деньги на ветер, вот как у Алены, да, типа, я хочу тут гулять, государство деньги выделило, давай подбирать вот то, что мне надо, и чуть ли не надо. А вот, нет, так это не работает. Надо определиться. И я, например, всегда задаю много вопросов, за что меня многие даже мастера не любят. Я пытаюсь объяснять. Работая с шестерками, ножницы тебя будут провоцировать работать быстрее. Соответственно, если размер у меня 5,5, этот размер, он не провоцирует тебя работать и не быстро, и не медленно. Если я мастер, который любит делать точные стрижки, я сам, вот мастер, да, я сам стригу размером 4,5 и 5. Почему я работаю этими размерами? Да потому что мне очень важно стричь медленно, четко, точно, и чтобы я никуда не торопился. Очень-очень важный момент. Поэтому, поэтому я придерживаюсь точной техники стрижек. Мне безумно нравится техника Академии Сосунг. Да, она сложная. Да, ее очень сложно освоить. Но мне она безумно нравится. И вот благодаря вот этой сложности, ну, не знаю, у меня в этом кайф. Вот хоть и стреляйте. Но нравится мне эта сложность. Вот. И плюс у меня еще есть шестерка, которая для пойнтинга и слайсинга, которая как раз-таки выполняет именно эту функцию. Ну, тут вы, естественно, скажете, Кажда, ну, как так, что, а филировочные ножницы как же? Нет. В моем конкретном случае, да, у меня есть филировочные ножницы. Но для пойнтинга и слайсинга ножницы должны быть, собственно, у всех мастеров. Ну, как бы, либо ножницы должны быть для прямого среза, да, либо должны быть ножницы для скольжения, для мягкого скольжения по волосам. Это как раз-таки ножницы именно для этого предназначены. Поэтому я, Дмитрий Каждан, определившись со своей техникой работать, темпом работы, я, естественно, подобрал себе именно ножницы под свою технику. И поэтому вы также, когда подбираете ножницы, вы должны строго подобрать ножницы именно под свою технику, а не покупать ножницы 4,5, 5, 5, 6,5, 7,5, которые у вас будут попросту-напросто валяться. Вы, конечно, будете смеяться, но таких мастеров достаточно много. И мастера, не думая, покупают себе инструменты. И я всегда говорю, ну, если ты мастер, который не определился со своей техникой стрижек, и ты не знаешь, что тебе нужно, конечно же, в твоем ассортименте будет много ножниц. И как-то вот хвастаться об этом и говорить о том, что, типа, а, у меня много ножниц, а такой крутой мастер, ну, как бы, на мой взгляд, мое сугубо оценочное мнение, чтобы вы понимали, ну, это неправильно. Лучше всего определиться с тем темпом работы, который у вас есть, и как раз-таки под него всегда покупать ножницы. Ну, нравится вам текстурные стрижки, там, не знаю, в какой-то определенной технике, да, там, Тони Угай, к примеру, да, вы любите вот эти мягкие слои, ну, пожалуйста, купите себе шестерку, купите себе ножницы для снятия массы и текстурности сразу же, да, вот, и купите ножницы, например, для создания более четких, ровных контуров, если вам это надо, чтобы вы это максимально быстро делали со своим темпом работы. Все, и у вас, по сути, двое ножниц, и не нужно выкидывать деньги на ветер, тратив много-много денег на ненужные ножницы. Зачем вам это надо? Вот, но, к сожалению, я на это повлиять никак не могу, мои доводы, мои аргументы, не все мастера, ну, разделяют, и кто-то считает, что я тут чушь какую-то несу, что, как бы, это нормальная практика, что у мастера должно быть много ножниц, а я считаю, нет. Если ты мастер, который определился, что тебе нравится стричь, твоим клиентам нравится, твоя техника работы, исполнения, то, соответственно, ты и покупаешь ножницы, у тебя никогда не возникает вопросов, а какую форму купить, а какую эргономику взять, что взять, зачем взять, у тебя голова никогда не болит. Ты всегда, например, даже если ты обращаешься ко мне, ты всегда говоришь, каждый раз, все, я знаю свою технику работы, я знаю свой темп работы, так, мне нужно обновить ножницы, давай-ка мы купим себе в этот раз, например, там, я не знаю, там, пятерку, вот, я хочу себе ее просто обновить, либо такую же пятерку, либо я хочу обновить в каком-то другом бренде, да, я хочу выйти на новый уровень, я хочу взять себе пятерку подороже, вот, я все уже стриг этими дешевыми ножницами, недорогими ножницами, вот, сейчас хочу себе взять какой-нибудь топовый инструмент, который, собственно, вот, как у тебя, например, да, ну, я всегда говорю, что я стригу достаточно дорогим инструментом, у меня бренд Joyl, если кто не знает, можете нагуглить, посмотреть, что это за бренд, это японские ножницы с вековой историей, им уже порядка 100 лет, это очень крутой бренд, вот, поэтому, как бы, хотите ножницы, откладывайте, я всегда говорил, каждый из вас может себе позволить купить парикмахерские ножницы, и даже дорогие, главное, возьмите привычку, заведите вот такой вот конвертик, красненький, и кидайте туда 10% от своей зарплаты каждый месяц, и вы удивитесь на самом деле, что за 3 года, а как вы знаете, ножницы нужно обслуживать каждые 3 года, вы удивитесь, какая сумма будет у вас в этом конверте, этот метод реально работает, этим методом я сам лично пользуюсь на протяжении уже, сколько я являюсь парикмахером, а сколько я являюсь парикмахером, аж с далекого 2002 года, и по сей день, 2024 год, сколько лет прошло, не сложно посчитать, я до сих пор пользуюсь этим методом, его мне порекомендовал один японец, с которым мы общались, который приезжал к нам на выставку Интершар, поэтому, дорогие друзья, определяйтесь со своей техникой работы, не тратьте деньги на ненужный вам инструмент, собирайте именно тот инструмент, те расчески, те ножницы, которые нужны именно вам, в конкретной вашей технике, ну а если вам нужно подобрать правильно профессионально парикмахерские ножницы, вы всегда можете написать мне в личку в моей соцсети, все ссылки как всегда будут в текстовой строке под этим видео, поэтому пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием вам подберу ножницы под вашу технику задачи, под вашу технику и под ваши задачи, чтобы вы не выкинули деньги на ветер, ну а на этом в принципе все, что я хотел вам рассказать в этом видео, не забывайте на меня подписываться и впилить лайк этому видео, пока!